Друзья, привет! Пивовары, любители, домашники и не только. Сделаем пиво немножечко лучше и вкуснее. Поговорим о ДМС или диметилсульфид. Диметилсульфид, ДМС, органическая жидкость. Представитель класса теофиров. Летучая жидкость с неприятным запахом. Один из хорошо изученных компонентов пива. Он придает пиву запах вареных овощей. Это сернистое соединение с неприятным запахом, которое находится в капусте, овощах, кукурузе. Имеет такой же запах вареных овощей. В пиве совершенно не нужен. Но самого ДМС в сусли нету и в солоде его нету. Он образовывается, вот это вот вонючее сернистое соединение образовывается только при высоких температурах. Вот как пошел нагрев и уже вот кипение, вот начинает образовываться диметилсульфид. А из чего? Образовывается он из S-метилметионин. О какое название длинное. Витамин Уилья С-метилметионин был открыт при исследовании сока капусты. Витамин У, производный от метионина, аминокислоты, считающийся незаменимой. Этот витамин разрушается при действии высоких температур и относится к витаминоподобным соединениям. Непонятное длинное название. Но ничего страшного в этом нету. Отличное соединение химическое, очень полезное, такая околовитаминная штука, которая находится в свежих овощах, фруктах, молоке, там для организма. Очень полезно и замечательно. Имеет низкий порог восприятия, то есть не пахнет ничем. Ну, замечательное вещество. Но при нагревании, при кипении, оно начинает превращаться в диметилсульфид, который воняет вареными овощами. Как нам этого избавиться? От этого нехорошего диметилсульфида. А все очень просто. Надо кипятить хорошо наше сусло и не закрывать крышку. Так что, все, пока. Шутка. Поговорим немножко про кипение и испарение. Для чего это надо? Для чего надо определенное время кипения? Ну, сравнительно долгое. Почему надо, чтобы хорошо испарялось? Все очень просто. В пиве присутствуют всякие ненужные, нехорошие ароматические соединения. Всякие карбонилы, гексоналы. Там от хмеля бывает. Типа мерцена. Он не очень хорошо попахивает. Поэтому вот он где-то в течение часа, чуть больше. В принципе, они все испаряются. Но количество испарения должно быть не меньше 4-6%. То есть, кипятим не меньше часа. Испарение не меньше 4-6%. Испарение должно быть замечательным и незакрытым. Чтобы весь этот конденсат не падал обратно. Вот три залога успеха. Хорошего пива без ДМС. Раньше кипятили больше. По 2-3 часа бывало. Кипело пиво. То есть, сусло. Чтобы все это удалить. Ненужные ароматические соединения. Но в длительном кипении есть ряд своих минусов. Во-первых, время кипения. Электричество или газ. То есть, энергии много уходит. Во-вторых, может образовываться, особенно для светлых сортов. Типа пилмера. Большое количество меланоидинов образуется. Ну, карамельный такой. Карамелизируется сахара. И получается немножко не тот цвет. Немножко не тот вкус. В-третьих, образовывается геметилсульфид. Из S-метилметианина. Но он образовывается постоянно. Тут не влияет. То есть, час кипятим, он образовывается, испаряется сразу. Главное, чтобы хорошее испарение было. Два кипятим, он все равно образовывается и все равно испаряется. То есть, пока идет тепловая нагрузка. Из S-метилметианина образовывается диметилсульфид и испаряется. То есть, увеличение времени кипячения не дает хорошего удаления диметилсульфида. Только хорошее, скажем так, испарение дает. И недолгая выдержка после кипения. То есть, сусло откипело. И вот оно там дает ему времени немножечко отстояться, чтобы брух осел. Время выдержки тоже не должно быть слишком долгим. Не надо час ждать, два. Пока оно стоит горячим, стоит горячим это сусло. Там продолжает образовываться ДМС из S-метилметианина. И так как испарение не такое уже хорошее, то все-таки часть какая-то остается в сусле. И еще четвертый минус длинного кипячения. Белки могут слишком уж сильно коагулировать. И даже средние части пептидов, которые ответственны за пену и за такую полноту вкуса, тоже они участвуют в этом. Они могут тоже скаагулировать и в брух выпасть. И пиво такое получается без пены вообще. И такое пустоватенькое. Поэтому тоже минус длительного сильно кипячения. Поэтому кипятим не меньше часа. То есть, если меньше часа кипятить, то не все ароматические ненужные соединения успеют выветриться. Кипятим не меньше часа, лучше минут 80. Для уверенности кипение должно быть очень хорошим. И испарение должно быть тоже очень хорошим. Количество испарения должно быть не меньше 4-6% от объема нашего кипящего сусла. Вот в этом залог успеха пива без ДМС. Но есть маленький нюанс. ДМС образуется, как мы знаем, из S-метилметионина. С-метилметионин находится в солоде и переходит в сусло при затирании. Если его количество в солоде превышает 5 мг на килограмм, то вы никаким испарением его ДМС оттуда не выгоните. В хороших солодовнях иностранных, там Вайерман, Костелмалтинг, Викинг, там без разницы европейские хорошие или американские солодовни, там делают анализы, там в спецификации очень много. Там цветность, число кольбаха, гортонга, количество стекловидных зерен, количество S-метилметионина, все это прописано. То есть оно должно быть меньше, чем 5 мг на килограмм. Если там больше, то это очень плохо скажется на пиве и испарением сильным вы не добьетесь удаления диметилсульфида. Вот здесь представлены две спецификации солода. Слева это Костелмалтинг, бельгийский солод, Шато Пилсон, ну Пилсонер обычный. И справа Мальтироп, тоже Пилсонер солод. Как бы в принципе они одинаковые. Вот в Мальтиропа тоже очень много показателей, очень важных, нужных. Все замечательно. Тут и цветность, и экстрактивность, и кольбах есть, и бедоклюка, насахаривание время, аминный азот. Все замечательно. Как и в бельгийских спецификациях. Но в бельгийских спецификациях есть еще вот такая вот строка, как ПДМС. Переводится как Прекурсоры ДМС. Прекурсоры это предшественники диметилсульфида. Сюда входит как эсметилметионин, который мы знаем, что он при варке переходит в диметилсульфид и превращается. И сюда же входит еще диметилсульфоксид. Это уже такое вещество, которое может при брожении дрожжи переработать в тот же диметилсульфид. Поэтому количество вот этих Прекурсоров ДМС не должно превышать, как вот здесь написано, в максимальной пропорции 5 мг на килограмм. Если это будет больше, то ваше пиво будет пахнуть вареным супом овощным. Поэтому, конечно, я бы очень был бы рад, если бы в наших спецификациях тоже делали анализ на вот такой вот показатель. Ну, а пока этого нету, будем пользоваться старым дедовским методом проб и ошибок. То есть берешь солод, варишь с него, нюхаешь, пробуешь. Если нету ДМС, значит, хорошее солод. А если есть, то надо менять. Да, друзья, пивоварение – это целая наука, которая состоит из многих-многих подразделов. И важно учитывать все мелкие нюансы. Вначале, вот когда только начинал, мне казалось, блин, как сложно, это вообще же невозможно понять. Потом пару раз сварил, там, ну, а что там, ничего сложного оказывается. Там паузы, выдержал, промыл, сбродил, все замечательно. И вот потом только в нюансах начинаешь понимать, когда начинают вылазить косяки, когда ты не можешь повторить пиво, почему это происходит. Вот тут начинаешь влезать в нюансы и потом начинаешь понимать, что вообще ничего не понимаешь. Вот такая вот градация. То есть сначала столкнулся, ничего не понимаешь. Потом, фу, да что тут, все очень легко. А потом опять глубже закапываешься и понимаешь, что вообще ни хрена не понимаешь. Поэтому потихонечку, полигонечку, нюансик, 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 там, 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 там. И приходишь к пониманию, что надо делать, на какие факторы обращать внимание, чтобы получился стабильный, хороший продукт. Поэтому всем хорошего пива. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok